Можем начинать, поэтому добрый день, дорогие друзья. Рад вас приветствовать на курсе интервью по компетенциям. У нас первое занятие проходит в открытом формате. Сегодня говорим, что такое компетенции, в чем отличие hard и soft skills. Итак, зачем нужно изучать компетенции, как их проводить интервью по ним. Этот курс для рекрутеров и руководителей, которые хотят овладеть самым точным инструментом оценки кандидатов. Это сайт курса, так он выглядит. И расскажу немного про себя, чтобы вы понимали, кто с вами общается. Меня зовут Майк Притула, я 20 лет занимаюсь HR, начинал карьеру как рекрутер и тренер, много людей подбирал и строил отделы рекрутинга, строил отделы HR, работал в компаниях Альфа-Банк, телеканал СТБ, Wargaming, Preply, Ideals, форс, консультировал PeopleForce, ну и запустил академию и продукт Академии Папа HR. Когда работал в найме, получал много разных наград, выступал на конференциях, побеждал во всевозможных номинациях, это несколько фотографий с всевозможными дипломами, и также являюсь обладателями международных сертификатов. Ну и сама Академия тоже уже, сколько получается, больше 10 лет существует, много людей обучила с высоким уровнем лояльности, в общем, тоже есть свои достижения, даже серебряная кнопка от Ютуба присутствует. В работе, полагаясь на лучшие практики, вот там сегодня увидите, что кроме того, что я делюсь каким-то своим опытом, я полагаюсь на исследования, подтвержденные, проверенные, смешивая теорию и практику. Будет здорово, если вы напишите о себе, кем вы работаете, вы рекрутер, или может быть руководитель, или может быть HR бизнес партнер, people партнер, в общем, если несложно, напишите, кем вы работаете. О, вот вижу HR генералис, спасибо, Дарья. На этом курсе есть домашнее задание, очень практикоориентированное, то есть все, что мы тут проходим, вы будете практиковать, я буду давать обратную связь. За выполнение домашних заданий мы вам выдадим диплом на крутой платформе Accredible, где даже Google свои дипломы выдает. Сам курс – это шесть очень емких занятий, сегодня такое вводное. На втором занятии мы получимся составлять профайл компетенции для интервью. На третьем узнаем основы интервью по компетенциям. На четвертом мы изучим техники, несколько техник для глубокого интервью по компетенциям. На пятом мы узнаем, как оценивать вот то, что мы услышали, какие инструменты доступны. И на шестом поговорим, как оценивать мотивацию, личностные характеристики и собирать рекомендации. Сегодня мы с вами узнаем, как вообще мир пришел к идее интервью по компетенциям. Поговорим немножко про hard-soft skills, в чем преимущества этого метода и узнаем, какие есть готовые библиотеки. И даже я поделюсь ссылкой на одну из них, так, чтобы каждый из вас мог пользоваться. Вот такой план на сегодня. Давайте начинать. Итак, начнем мы немного издалека и поговорим о том, почему очень важно в целом оценивать кандидатов во время интервью тщательно. Потому что уже посчитано, что увольнение сотрудника в ходе компании около шести окладов за один месяц. То есть, если сотрудник зарабатывает тысяча долларов, компания теряет шесть тысяч долларов. А если компания нанимает сотрудника неправильно, допускает ошибку, то теряет еще больше от двенадцати до восемнадцати окладов. Поэтому идея, давайте наймем, а там посмотрим, понравится, не понравится, оставим, не оставим, пройдем испытательный срок, не пройдет испытательный срок. Этот подход, он очень дорогой. И все равно не гарантирует качественный найм. То есть, смотрите, если у вас есть десять вакансий, и вы делаете, ну давайте называть это таких, десять опрометчивых наймов, то вы эти вакансии закрываете и больше не можете нанять туда классных кандидатов. Предположим, в трех из десяти случаях вы отгадали. У вас на выходе только три вакансии, заняты хорошими кандидатами. Семь вакансий вы продолжаете экспериментировать. Вы снова нанимаете семь человек. И там уже остается тоже тридцать процентов два хороших кандидата. Остается пять вакансий. И вы снова нанимаете пять человек. Остается из них один хороший кандидат. Вы нанимаете четыре человека. Из них еще один хороший кандидат. Три человека. Из них еще один хороший кандидат. Два человека. Там никого не получилось. Еще два человека, ладно, еще одного нашли и последний у вас постоянно ротируется, вы нанимаете, ошибаетесь. То есть вы наймете кучу людей, потратите кучу денег, заплатите им зарплату, потратите время на их найм, обучение и может быть и придете к финальному результату, но очень долго. Зачем так делать, если есть проверенные методы? То, как работает отценка на самом деле уже исследовано, задокументировано, описано, разработаны инструменты, разработаны сервисы. Нам остается только взять самые лучшие наработки, научиться ими пользоваться и больше не допускать этих ошибок с наймом. То есть это пройденный и известный путь. Не нужно экспериментировать, не нужно пробовать, нужно просто пойти по нему и научиться его использовать. Как в целом компании мир пришел к тому, где находится сейчас? Сейчас вот есть статья про исследование, про точность инструментов. Мы сегодня будем говорить про структурированные интервью. Есть, конечно, и другие способы оценки, мы о них тоже будем говорить, как к этому мир пришел. На самом деле вопросом найма озадачились еще 2400 лет назад. Ну, может быть и раньше, но, к сожалению, до нас дошла только такая информация. Есть книга индийского чиновника, называется «Ардхашастра» или «Наука политики». Авторство этой книги принадлежит Каутилья, и там уже описывалось, как нужно нанимать чиновников. Там это были рекомендации королю, например, там было вот что написано. «Король должен тщательно исследовать все качества каждого, кого он рассматривает для назначения на пост министра. Эти качества, национальность, семейное окружение, способность к дисциплинированию должны быть проверены у надежных людей. Знания кандидатов в области различных искусств проверяются экспертами соответствующих областях. Интеллект, настойчивость и ловкость оцениваются путем изучения его прошлой деятельности». Ну и так далее. То есть уже тогда, во-первых, появились критерии, по которым должна происходить оценка. Во-вторых, уже были размышления, а как это оценить? Как оценить одни характеристики, как оценить другие характеристики? Да, и уже была публикация работы. То есть, видите, уже тогда об этом задумывались. Прошло 2400 лет, но многие компании до сих пор не знают, что такое компетенции, не понимают отличия hard, soft, skills, не проводят структурированное интервью, организовывают даже тренинги сотрудников без того, чтобы понять, у кого какие компетенции. Выбирают претендентов на руководящие роли по эффективности на должности исполнителя, но не оценивают руководящие компетенции. То есть совершают очень много типичных ошибок, решения для которых известны. Это, знаете, вот есть доказательная медицина, есть недоказательная медицина. И если человек заболел, то не нужно ходить к каким-то бабкам, использовать какие-то народные средства. На самом деле там какая-то простуда, вирусная инфекция, бактериальная инфекция имеет четкий алгоритм лечения, проверенный. То есть они почти дают полную гарантию, если диагноз поставлен верно. Поэтому нужно просто этим пользоваться. То же самое в найме. Есть доказательный найм, есть исследование, я показал ссылку. Есть народные методы. Ну зачем нам народные методы, которые непроверены и не дают результата. Что за последние 100 лет произошло в этом направлении? В начале 20-го столетия, это 1900 какие-то годы, основные требуемые компетенции были те, которые работник получал за годы своей практики на работе. Тейлор и Форд. Форд это Генри Форд, который компанию Форд основал. А Тейлор это такой деятель, экономист, наверное, экономист. Они начали оценивать способность людей к монотонной работе и физическую выносливость для отбора людей на конвейеры. Во время Второй мировой войны был спрос на военных, которые выполняют приказы без вопросов, поэтому искали, как их нанимать. Ну и поворот наступил в начале 60-х годов, когда Маккелланд написал знаковую статью в журнале «Американский психолог», утверждая, что интеллектуальный коэффициент и личностные тесты, которые очень широко использовали уже тогда, были предикторами компетентности. Он считал, что нанимать нужно не только по IQ, но и по компетенциям. Вот это вот имя, которое полезно запомнить. Его зовут Маккелланд. Он основал консалтинговую компанию «Макберр». И как все начиналось и пришло к интервью по компетенциям? Значит, его пригласило Министерство иностранных дел США, USA, для разработки новых методов, которые могли бы предсказать работу человека. Цель состояла в том, чтобы устранить потенциальные предвзятости традиционного анализа интеллекта и способностей. И традиционные критерии отбора, которые тогда применялись, то есть оценка академических способностей и знаний, они не предсказывали эффективность работы. То есть где и как человек учился, не говорило о том, что он будет хорошим сотрудником. Например, таким образом отсеивали очень много разных кандидатов, ну и особенно в США была проблема – это всевозможные меньшинства, меньшинства, которые не получали доступ к какому-то топовому образованию, соответственно, их автоматически не нанимали. Но среди них было очень много талантливых способных людей. Как действовал Макклелленд? Он начал с того, что попросил директора по персоналу и некоторых топ-менеджеров назвать имена самых лучших сотрудников, но так, чтобы их можно было понять, почему они лучшие, он еще попросил имена самых рядовых сотрудников, ну почти что самых плохих, ну не тех, которых уже увольняют. Чтобы отличить эти две группы, да вот разобраться, почему одни самые крутые, а вторые так себе, он попросил всех людей описать три инцидента, в которых, по их мнению, они показали выдающиеся результаты и в которых, по их мнению, они действительно облажались. И для того, чтобы четко представить, как люди действовали, он попросил мельчайшие детали. Что было сказано, что было сделано, когда и где все это происходило, кто еще был и так далее. Да, то есть вот так он так и спрашивал. Расскажите, как вы облажались. И он получил поразительные результаты. Эти подробные описания, которые люди ему давали, позволили узнать, какие компетенции выдающиеся исполнители продемонстрировали, а какие нет. Многие из навыков, которые группа экспертов ранее до Макклелланда определила, как имеющие решающее значение для выполнения работы, оказались не имеющие отношения к повседневным обязанностям людей, оброшенных компанией Макклелланда. То есть многие компании до сих пор так делают. У них куча требований, которые каким-то образом составлены, но которые ничего общего с будущей эффективностью на работе не имеют. Макклелланд тестировал свои наработки на другой группе офицеров, которые были идентифицированы как выдающиеся, и группе, которая попала в категорию посредственных. Благодаря психологическим тестам по ключевым компетенциям он обнаружил, что сотрудники, которые были определены как выдающиеся, последовательно очень хорошо справлялись с такими тестами. А сотрудники, получившие оценку посредственность, справились с ними плохо. И он понял, что это все можно оценивать. Подумайте о том, про ваши компании, сколько существует навыков, которые вы оцениваете при найме, которые вообще не используются потом никак в работе, то есть вы их нацениваете напрасно. Когда вы там спрашиваете у человека, назовите ваше любимое произведение Моцарта и оцениваете, насколько человек правильно или неправильно отвечает, вы делаете какие-то выводы, которые потом нигде не применяются. Благодаря Макклелланду родился новый метод, в общем, что и дало дальнейшее развитие теме интервью по компетенциям, и то, что сейчас используется в этом направлении, оно отображает этот метод. Значит, исследовательская группа разработала метод под названием поведенческое интервью, в котором опрашиваемых просили предоставить в краткой форме подробный отчет о том, как они справлялись с несколькими критическими рабочими ситуациями, успешными и неуспешными. И для анализа данных, полученных в коде интервью, исследовали, разработали сложный метод контент-анализа с целью выявления тем, ну, тема называется какое-то поведение, отличающих аутсайдеров от среднестатистических исполнителей. И сейчас в интервью по компетенциям мы делаем то же самое. Мы просим описать какие-то критические ситуации на работе, успешные и неуспешные. Мы просим описать поведение и анализируем. И потом сравниваем с нашими сотрудниками. Если поведение кандидата, которое он описывает, совпадает поведению нашего лучшего сотрудника, значит этот кандидат будет работать как наш лучший сотрудник. Его стоит нанять. А если мы слышим, что кандидат в своем поведении демонстрирует то, что наш лучший сотрудник дни демонстрируют значит ну вот он не будет нашим лучшим сотрудником то есть я могу смело заявить что интервью по компетенциям это метод клонирования лучших сотрудников компании да то есть по сути благодаря инструментам доступным в этом методе который мы на этом курсе изучаем вы можете находить среди кандидатов на рынке максимальные копии людей которые уже работают у вас и лучше всего справляются даже если это люди полностью по-другому выглядят учились других университетов работали в других компаниях облада имеют другой противоположный пол другой возраст еще какие-то другие характеристики но они будут также классно работать как ваши текущие сотрудники благодаря вот применению этого метода подумайте вот о чем а вы когда-нибудь пытались понять что отличает ваших лучших сотрудников от средних во время рекрутинга во время найма поиска ваша задача найти лучших кандидатов но не просто лучших кандидатов а тех которые превратятся лучших сотрудников то есть что вы делаете по сути во время интервью мало мы об этом задумываемся мало мы об этом говорим но каждый рекрутер это предсказатель да это такая гадалка условно говоря но не в плохом контексте а в хорошем потому что задача любого рекрутера предсказать вот этот человек который находится перед рекрутером он будет высокоэффективным сотрудником среднем или плохим да и задача рекрутера донести что вот этот будет высокоэффективным доказать почему именно высокоэффективным и убедить нанимающего менеджера именно этого человека взять поэтому когда мы начинаем искать кого-то мы должны подумать прежде всего работающих сотрудников и подумать а вот на кого должен быть похож тот кого мы ищем потому что если мы начинаем поиски абстрактно взяли описание должности в интернете или сгенерировал чат gpt например то мы не знаем откуда взялось это описание хорошо если это описание было списано с какого-то лучшего сотрудника подобной нашей компании подобном контексте вот максимально похоже тогда нам это подойдет а если вот то описание которое мы взяли для оценки оно написано абстрактно теоретически не касается конкретной компании то мы наймем какого-то человека который у нас не будет успешен собственно говоря вот так вроде родились компетенции темы описывающие поведение людей были сгруппированы в небольшой набор компетенций которые по предположениям исследователей являются определяющими факторами превосходства в работе к счастью нам с вами сейчас проще многие компетенции вы знаете они на слуху например ориентация на результат коммуникабельность работа в команде адаптируемость а вот презентационные навыки я уверен что какие-то этих компетенций вы знаете и вот эти 50 там условно самых популярных компетенций которыми мы с вами оперируем это те которые были отобраны из сотни если не из тысяч которые действительно на что-то влияют но мы же не можем оценить 50 компетенций на и не нужно это неэффективно поэтому из этих 50 и нужно отобрать только те 3-5 которые нашей работе на нашей должности максимально влияют на результат для этого нужно анализировать своих сотрудников статья макклелланда в сочетании с работой дугласа брея и его коллег из компании и tnt в сша которой они представили доказательства что компетенции могут быть оценены через оценочные центры а успех на рабочем месте может быть какой-то степени предопределён заранее и заложили основу для популяризации движения компетенции ну еще раз я бы хотел этот момент отметить успех на работе можно предопределить заранее и нужно задача интервью по компетенциям это сделать чем отличается интервью по компетенциям от простого анализа должности в которой рождается набор требований и по этим требованиям оцениваются кандидаты анализ должностей был сосредоточен на понимании задач и навыков необходимых для выполнения каждой задачи однако моделирование компетенции было сосредоточено на личностных характеристиках необходимых для успеха в более широкой роли работы то есть когда мы берем какую-то должность читаем чем нужно заниматься на этой должности и пытаемся смоделировать требования к должности мы не учитываем многие нюансы работы там контекст работы какие-то незадокументированные особенности обязанности задачи проблемы вызовы и так далее а когда вместо того чтобы читать должностную инструкцию пытаться составить список требований мы идем и общаемся с реальными людьми и пытаемся понять что же такого их делает успешными вот тогда мы создали составляем требования к должности верно идем дальше если вы описываете требуемые компетенции для выполнения работы основываясь просто на обязанностях вы еще не разрабатываете профиль компетенции верно что сейчас ну компании опираются на прошлое исследование к счастью действительно очень много работы уже проделано есть хорошие наработки их можно использовать вопрос только насколько точно мы получаем результат дать чем более глубоко мы подходим к данной теме тем лучше нас результат компании пытаются до сих пор искать простые дешевые способы описания компетенции ну не у всех есть возможность нанять эксперт например среди всех компаний в которых я работал а мы так или иначе внедряли этот подход в компании ideals мы таки наняли асессора человека который прошел там обучение в компании с и чел который работает со многими консулатинговыми компаниями там с и чел хатсон корнферри который провел миллион асессмент центров и вот у нас она составляла профиль компетенции правильно то есть когда была вакансия вызывали асессора ну так должность называется оценщика да в переводе вызывали оценщика и оценщик помогала рекрутеру и нанимающему менеджеру составить профиль должности и карту оценки кандидата чтобы оценка была верной да то есть обсуждая опрашивая нанимающего менеджера общаясь даже иногда с представителями должностей она это делала правильно но не у всех такая возможность есть поэтому если более простые методы компании часто вынуждены описывать компетенции для новых ролей где нет возможности изучать представителей должности да это сложно но в этом случае я рекомендую описывать просто успешных сотрудников компании стремятся найти некую единую модель до сих пор но есть модели но все равно нету одной универсальной популярной в мире вот абсолютно единой и уникальной разрабатывают часто модель для руководителей и пытаются адаптировать на уровень сотрудника фокус перекашивается все-таки на требования к должности они на характеристики которые в прошлом приводили к эффективности то есть такая беда до сих пор сохраняется и из-за частой смены структуры компании модели компетенции устаревает есть в общем то определенные моменты которые влияют и еще компании нанимают консультантов для разработки это хорошо например в компании воргейминг мы нанимали компанию ddi которая нам помогала разрабатывать и обучала наших рекрутеров оценивать кандидаты и зачастую и чаром не хватает экспертизы разрабатывать самостоятельно ну то есть те кто не проходили обучение по компетенциям они часто сами это сделать не смогут просто найти в интернете какие-то шаблонные или пример этого недостаточно что такое компетенция вот мы сегодня уже много раз об этом сказали об этом слове само по себе слово происходит от латинского слова компетенция в переводе оно означает уполномочен судить или имеет право говорить и компетенция на сегодняшний день рассматривается как набор взаимосвязанных навыков знаний и личностных особенностей таких как способности мотивация убеждения установки которые проявляются в поведении сотрудника и определяют его успешность выполнение рабочих задач мне больше всего нравится ставить знак равенства между компетенции и поведение то есть очень упрощенно компетенция это поведение человека то есть как человек себя ведет но поведение человека является суммой многих элементов тут есть еще одно слово которое близко к слову компетенция тут важно их не путать есть слово компетентность можно сказать что компетентность равно профессионализм компетенция равно поведение компетентность равно профессионализм компетентность означает навык и достигнутый уровень эффективности компетенция означает поведение с помощью которого она достигается то есть компетентность и компетенция идут рука обраку. Это как две руки, две ноги. Одна описывает компетентность, что могут делать люди. Вторая сосредотачивает внимание на том, как они это делают, как они этого достигают. Здесь небольшая сравнительная табличка для тех, кто захочет углубиться, разобраться более детально. Ну и важно понимать, что знания, навыки, компетентность и компетенция, а еще есть опыт, личностные характеристики. Это не одно и то же. Оно все рядом, оно близко, но оно немножко разное. Например, если мы возьмем вождение автомобиля, то знания, это знания правил дорожного движения. Навык, это умение переключать передачи, крутить руль, держаться по центру дороги, нажимать педали. А компетентность, это умение водить, например, в экстремальных ситуациях. Также вот что еще интересно. Компетенция, она состоит из видимых элементов. Их можно легко оценить. Например, знания и навыки формируют компетенцию. И невидимых. Самооценка человека, его личностные качества, его там мотивы и так далее. Поэтому, чтобы проще оценивать человека, мы часто в это все не углубляемся, мы просто оцениваем его поведение, причем поведение в прошлом. Но некоторые компании, которым нужна более точная оценка компетенции, они могут использовать инструменты, которые оценивают составляющие компетенции. То есть, знания, навыки, качества человека. Например, у SHL компании, или у компании DDI, у компании Горнферри, есть психологические тесты, которые могут оценивать разные качества, которые нужны для той или иной компетенции. Такой тест, он не дает однозначный ответ, развита компетенция или нет, но он говорит, что у этой компетенции есть высокие шансы быть развитой, потому что существуют все необходимые для нее качества. Или наоборот. Данная компетенция, у этого кандидата имеет низкие шансы быть развитой, потому что качества не развиты. То есть, тесты в данном случае могут помогать. Но в чем преимущество интервью по компетенциям, что не имея на руках сложные психологические тесты, не имея сложное какое-то глубокое психологическое образование, можно оценивать компетенции, задавая очень простые вопросы. Мы на этом курсе их и изучаем. Идем дальше. Значит, мы говорили, что задача рекрутера предсказать будущую эффективность работы сотрудника. Эффективность раскладывается на три составляющие. Что делает человек, как делает и почему. Соответственно, это про компетенции, компетентность и ценности. Причем ценности и компетенции это один и тот же язык поведения человека, по сути, просто две части одного целого. Некоторые компании отдельно оценивают ценности, некоторые их отдельно не выделяют, но это на усмотрение компании. Соответственно, вот эти вот вещи делятся на так называемые софт-скиллы и хард-скиллы. Хард-скиллы это то, что называется компетентность или профессионализм, это профессиональные и технические знания кандидата. Софт-скиллы это то, что называется компетенция, это про поведение, это как человек себя ведет в управлении другими людьми или отношениями с ними, как человек ведет себя в управлении своими задачами, в управлении собой, как он себя ведет в рамках корпоративной культуры, тоже урок компетенции. В чем прелесть интервью по компетенциям, которое мы изучаем на этом курсе, его можно применять как к софт-скиллам, так и к хард-скиллам. То есть, благодаря владению техники интервью по компетенциям, рекрутер может оценивать профессионализм кандидатов, даже не сильно разбираясь в профессии кандидата, но имея правильные компетенции и самостоятельно подготовив вопросы. Например, если я не знаю, как бренд-менеджер должен готовить бренд-план и что такое вообще бренд-план, с помощью интервью по компетенциям я могу задать вопросы и могу сравнить ответы. Я могу спросить, расскажите, пожалуйста, про ситуацию в прошлом, когда вы подготовили успешный бренд-план. Что именно вы делали? Я могу оценить эти ответы. А потом вопрос, расскажите про ситуацию в прошлом, когда вы подготовили неуспешный бренд-план и план провалился. И с помощью рассказа и дополнительных вопросов я могу оценить эту компетенцию. Видите, я не должен знать, но я могу оценить. Вот в этом прелесть интервью по компетенциям. Наблюдаемое поведение. Значит, мы говорим про компетенции. Компетенции можно разрабатывать и можно самостоятельно писать. И некоторые компании это делают, то есть сами описывают компетенции с нуля. Для этого есть определенные критерии для описания. Путь может быть не самый простой, поэтому многие компании, скажем так, нащупывают нужные компетенции в ходе общения со своими сотрудниками и просто выбирают максимально подходящие в готовых библиотеках, чтобы самостоятельно не описывать. Оба варианта рабочие. Если у компании есть желание и возможность разобраться в компетенциях, научиться их описывать, можно их самостоятельно. Например, в компании Wargaming для этого наши HR и рекрутеры проходили обучение у компании DDI и научились описывать компетенции. Когда я работал на телеканале СТБ, мы нигде не проходили обучение, мы читали книги «Компетенция на работе Спенсера», книгу про Асессмент Центр, Энджи, ну, короче, я не буду говорить Энджи и Павл, по-моему, так называется. И мы на основании этих книг сами учились описывать компетенции и описывали. В других компаниях могут брать просто библиотеки компетенции. Итак, как выглядит компетенция? Компетенция имеет название, например, достижение целей, адаптируемость, работа в команде, открытость, коммуникабельность и так далее. Определение, то есть краткое описание, что это компетенция значит, и обязательно индикаторы, либо только их не называют тогда позитивные, просто поведенческие индикаторы, либо их делят отдельно на позитивные и негативные. Что такое индикаторы? Это микропримеры поведения, демонстрирующие то, что компетенция развита. Если есть негативные, это микропримеры поведения, демонстрирующие того, что компетенция не развита. В ходе интервью мы как раз и пытаемся от человека получить его поведенческие индикаторы, и мы сравниваем с тем, они более позитивные, значит, компетенция развита, более негативные, не развита, Или вот по балансу позитивных-негативных мы определяем степень развития компетенции. Компетенции в компании могут быть разного уровня. Они могут быть одинаковые для всей организации. И чаще всего они тогда связаны с корпоративной культурой. Они могут быть одинаковые на уровне отдельной функции, например, финансы, HR. Или могут быть уникальны для каждой должности. Либо может быть комбинация. То есть компания говорит, что эти три компетенции общие для всех. Эти две для каждой функции. И для каждой должности есть какая-то одна особенная и уникальная. Тут вкратце описаны эти уровни. И для уровня компетенции компании я привожу пример, который я разрабатывал. Тут только не помню. Либо для Preply, либо для Ideas. И там и там компании были не сильно большие. Мы начинали с общих компетенций для всех. И потом, по мере возможности, мы уже разрабатывали для той или иной должности уже более специализированные конкретные компетенции. Тоже пример покажу на примере Scorecard. Далее в курсе вы поймете, как это выглядит. Это описание вот этих трех уровней компетенции. Значит, кто был первым про использование компетенции в бизнесе? Филипп Селдник в своей книге «Лидерство в администрировании» был одним из первых авторов. Мы сейчас говорим про авторов книг, который признал, что внутренние факторы организации, такие как персонал, предыдущий опыт, имеют решающее значение для шансов на успех в реализации выбранной политики. То есть это был 1957 год. В современном мире считается, что компетенции людей – это одно из главных конкурентных преимуществ. Потому что продукты сейчас копируются очень легко. Вы видите, как китайцы копируют вообще что угодно. А вот людей и то, как они себя ведут и что они знают, это скопировать уже сложно. Компетенции, которые выбирает компания, они должны быть обязательно связаны со стратегией. То есть они не берутся откуда-то, а максимально связываются со стратегией. Ну и для компании, когда компания начинает использовать компетенции, и это не только про рекрутинг, в целом есть очень много преимуществ. Есть и ряд мифов. Что если нанять человека по каким-то компетенциям, у которого самые высокие оценки, то есть такого универсального A-плеера, он будет просто как супермен. С одной стороны, да, это важно, но всегда есть внешние факторы. Адаптация, условия, ресурсы, наличие целей, четкости роли и так далее. Поэтому наличие компетенции не отменяет важность всего остального. Второе, что раз компетенции так важны, вот давайте все оценивать по компетенциям. На интервью да, но для действующих сотрудников нужно оценивать еще и результаты. И третий миф, что компетенции это только про все врожденное. С одной стороны, внутри компетенции действительно есть врожденные характеристики. С другой стороны, есть накопленный опыт, есть знания, есть самооценка, которая в течение жизни меняется и может развиваться. Поэтому не стоит вот только по врожденным характеристикам оценивать компетенции. Лучше всего по поведению, причем по недавнему, мы об этом будем говорить. Обычно речь идет про последние два года, чтобы это была свежая компетенция. Библиотека компетенции. Я говорил о том, что есть библиотеки, их действительно много. И вот со всеми, кто сегодня пришел на вебинар, включая даже тех, кто еще не на курсе. Пожалуйста, мой фаворит это библиотека компетенции темы. Если не ошибаюсь, голландская компания, нидерландская. Она опубликовала на 11 языках библиотеку, сделала ее онлайн, бесплатной, доступной. Около, да, четко даже именно точно, 53 компетенции. Каждая компетенция прекрасно описана. Для каждой компетенции выделено 4 уровня. Для каждого из 4 уровней краткое описание. Даже вопросы к интервью есть в этой библиотеке. Есть даже рекомендации по развитию. Ну, то есть, вот просто бери и используй. Опять же, мы не просто там, да, надергиваем компетенции, а мы отталкиваемся от лучших наших сотрудников. Известная модель также Ломингера. Это была компания Хэй, которая теперь Корнфэри. Вот, она не является бесплатной, но, с другой стороны, опубликована книга For Your Improvement. Ее можно купить, и там они описаны. Также есть модель компании Deloitte. Это, как я понимаю, был какой-то благотворительный проект. Библиотека стала общедоступной и бесплатной. И для участников курса сегодня в первом занятии она будет доступна для скачивания. Тоже прекрасно оформлена. Ну, тоже где-то плюс-минус 50 компетенций. Каждая компетенция описана, распределена на уровни. И есть, как для каждого уровня, позитивные индикаторы и общие негативные индикаторы. Ну, и книги. Сегодня порекомендую руководство по компетенциям и книгу компетенции на работе Спенсера. Вот, шикарная книга. Это считается, ну, чуть ли не Библия в области компетенции. Он там описывает в целом, что такое компетенция. Он описывает метод их разработки. Он дает готовые примеры компетенции с вопросами для интервью. Ну, то есть, классная книга. Ее можно в интернете найти. Ну, там не очень хорошее качество. Ну, можно поискать, да? А можно купить. Вот. У этой книги очень много разных обложек. Она многократно раз переиздавалась. По этой книге я начинал свой путь. Вот на телеканале СТБ в 2010 году мы как раз проводили интервью по получению поведенческих примеров для разработки профиля компетенции. Мы где-то 20 профилей компетенции для 20 должностей это разработали. Мы в рекрутинге внедряли скоркарт для всех вакансий тоже отчасти, ну, взяв там в этой книге ряд подходов. Поэтому классная книга. Домашнее задание для тех, кто на курсе. Под одну из своих вакансий выбрать три компетенции из любой из библиотек и написать, а почему именно эти три вы выбрали. Да, то есть, поскольку сегодня мы еще там детально что-то не изучали, это домашнее задание простое. Просто, чтобы вы там почитали компетенции и аргументировали свой выбор. Дальше мы поговорим, как уже полученные знания и новые знания со второго занятия использовать для составления качественного профайла кандидата для интервью и как результат вопросов для собеседования. На этом все. Спасибо всем, кто был сегодня со мной онлайн. Приветствую всех участников курса. С вами мы скоро снова увидимся. Кто еще не на курсе, приходите, проходите обучение, повышайте точность ваших интервью и качество найма ваших компаний. На этом все. Всем спасибо. До скорых встреч. Пока-пока. Рад был всех видеть.